всем привет и добро пожаловать обратно а теперь давайте продолжим исправлять нашу обратную оболочку и серверный код итак мы начнем с сервера как я уже сказал мы немного исправим этот код добавим некоторые функции здесь и там и мы также добавим две функции одну для отправки данных и одну для получения данных что позволит нам фактически отправлять и получать столько данных сколько мы захотим как мы можем видеть прямо здесь результат равен целевой прием 1024 байт ограничен этим если целевой вывод или ответ больше этого это может фактически привести к сбою нашей программы итак мы хотим исправить это в первую очередь например для любых больших команд таких как nested это не поместится в 2024 байта итак давайте сначала начнем с того что фактически установим серверную функцию нашего сервера и так мы поместим эту часть кода в нашу серверную функцию чтобы мы действительно могли сделать ее немного красивее так давай скопируем эту копию давай пройдем весь путь вниз так как мы укажем это здесь и вставим тот же код тогда прямо сейчас все что мы можем сделать это действительно удалить это значит мы можем удалить все это теперь я знаю что это не очень красивый код но поверь мне на самом деле это не имеет значения пока он работает и пока он не ломается итак первое что мы хотим сделать, это в первую очередь отделить его от цикла вайл. Тогда то, что мы хотим сделать прямо сейчас, это на самом деле создать функцию соу-девсервер, а затем мы поместим все это в эту функцию. Итак, создаем сокет, затем устанавливаем параметры сокета, затем привязываем сокет. Все это должно быть в одной и той же функции. Мы также можем напечатать прослушивание входящих подключений, а затем мы также можем принять соединение и распечатать цель подключена. Так что ты заметишь, что мы также используем эту переменную прямо здесь в других командах, а также или, прости меня, не переменную s. Мы используем целевую переменную в других командах. Итак, что мы хотим сделать, так это сделать эти переменные действительно глобальными, чтобы мы могли использовать их в любой другой функции, которую мы создаем, или в нашем цикле вайл. Если ты просто укажешь переменную внутри функции, она будет использоваться только в этой функции и не будет распознана вне кода от этой функции. Значит, нам нужно сделать так, чтобы эти переменные были глобальными. Так что global это глобальный IP, поскольку мы используем IP прямо здесь, который находится за пределами функции, а global whoops глобальная цель. Значит, teorgot это тоже то, что мы используем для отправки и получения выходных данных команды. И прямо сейчас это должно быть хорошо для целевой функции сервера. Если нам нужно будет добавить что-то еще потом, мы добавим это сейчас. Прямо сейчас ты заметишь что-то неправильное, а именно, как мы можем на самом деле выполнить это. Так что мы на самом деле должны вызвать функцию, чтобы выполнить ее. Итак, мы сделаем это с сервером, а затем с открытыми круглыми скобками, и закрытыми круглыми скобками, которые вызовут эту функцию, которая выполнит эту функцию, и которая перейдет к выполнению кода. Но следующий код, как ты можешь видеть, прямо здесь очень близок. Или по сути, как только эта программа запускается, она всегда будет входить в цикл Wild True 1 Street, прежде чем делать что-либо из этого. Итак, мы хотим создать функцию и для цикла Wild True. Мы назовем эту функцию Shell. Итак, во-первых, давайте поднимемся вверх и определим эту функцию как Shell. Мы просто назовем это простым, поскольку оболочка это то, что мы используем для выполнения команд, и мы нажимаем все это на нашу вкладку функции оболочки. Все это только один раз. Так что это выглядит хорошо, и так и должно быть. Теперь ты можешь заметить, что мы не вызывали команду оболочки, поэтому мы должны вызвать ее там. Мы должны вызывать его после команды сервера, поэтому мы не можем фактически выполнить команды до того, как цель снова подключиться к нам. Итак, функция сервера должна быть вызвана первой, а затем функция оболочки должна быть вызвана сразу после функции сервера. Итак, наша функция оболочки будет выполняться бесконечно, пока мы как злоумышленник не войдем в очередь команд, которая завершит соединение, и которая будет продолжаться вне цикла Wild. И мы перейдем к следующему выполнению S-Close, которая закроет программу и соединение. Так и должно быть. Я верю, что все устроено хорошо. Теперь ты, возможно, спросишь, почему это не выполняется? Ну, в принципе, как только у вас есть код функции, машина не читает код, или Python не читает этот код функции, пока функция не будет вызвана. Значит, мы должны вызвать его, чтобы выполнить этот код прямо здесь. Итак, что мы хотим добавить, так это две функции, которые на самом деле позволят нам отправлять и получать столько данных, сколько мы захотим. Так что мы это закодируем. Так что освободи место и давай назовем это надежной отправкой. Так, надежна отправка подчеркивания, и мы хотим ввести данные в эту функцию. Так что надежная отправка будет нашей командой, которую мы введем в эту функцию. А затем мы должны добавить еще одну библиотеку, которую мы будем использовать для того, чтобы выгружать данные и заставлять их отправлять как можно больше байтов. Итак, импорт джан, это имя библиотеки, которую мы будем использовать. Так что просто набери вверх импорт джан, а затем в нашей функции. То, что ты хочешь сделать, это данные подчеркивания в формате джан. Мы назовем это так, equals джан.дампс, который является функцией, а затем мы хотим использовать данные в этой функции. Итак, джан.дат сбрасывает данные, а затем мы хотим указать данные внутри скобок. Тогда мы хотим ввести нашу обычную функцию отправки сокета, которая является целевой отправкой, и мы хотим отправить данные подчеркивания данных джан. И это будет наша надежная отправка, что означает, что мы можем отправлять столько, сколько захотим. Так что давайте на самом деле заменим все наши целевые точечные отправки на надежные отправки. Итак, мы видим, что прямо здесь у нас есть одна единственная цель, которую мы посылаем. Мы просто удалим это и наберем здесь надежное подчеркивание отправить, а затем отправим команду. Тогда наша команда будет введена в эту функцию прямо здесь. И тогда данные джан будут принимать значение джан.дампов нашей команды. Тогда мы отправим данные джан.цели. Итак, прямо сейчас то, что мы хотим сделать, это также закодировать функцию, которая будет выполнять надежный прием. Теперь причина, по которой он называется надежным, заключается в том, что на самом деле он будет получать столько байт, сколько имеет целевой смысл. Так давай и это закодируем. Определи, что является сокращением от функции надежного подчеркивания. Теперь ты можешь называть эти функции как угодно. Я просто назову это так. И прямо сейчас то, что мы хотим сделать, это на самом деле выполнить немного больший код, чем для надежной отправки в надежном получении. Нам не нужно ничего указывать в скобках, поскольку именно мы получаем результаты нашей команды. Итак, мы хотим указать локальную переменную с именем джан.дата equals, а затем пустую строку. И мы хотим запустить цикл while true, чтобы на самом деле добавлять байты на байт. Так что 1024 байта к другим 1024 байтам, пока у нас не кончатся байты. Ну, это звучит, может быть, звучит проблематично, но это освобождает. И поэтому просто введите здесь while true loop, который является бесконечным циклом, и мы хотим выполнить то, что мы использовали раньше, а именно правило try and accept. Значит, он попытается что-то сделать, за исключением случаев, когда он получит ошибку, и мы будем использовать эту ошибку для продолжения. Так, давай попробуем это закодировать. Так, попробуй, это должно сработать. Попробуй, данные подчеркивания джан равны данным подчеркивания джан плюс получение целевой точки. И мы хотим получить здесь 1024 байта, как обычно. А затем, после этого, мы хотим вернуть функцию джан, загружающую наши данные джан, а затем, если это все. Если данные джан в основном меньше 1024 байт, он вернет их. За исключением того, что это даст нам ошибку в значении. Теперь я уже проверил это, поэтому я знаю, что именем ошибки будет ошибка значения. Поэтому я просто набираю это прямо здесь, принять значение ошибки с двумя точками, а затем продолжить. Почему мы указываем здесь продолжение? Ну, в принципе, если мы получаем ошибку значения, это означает, что данные, отправленные целевым объектом, были больше 1024 байт. Это означает, что нам нужно вернуться к циклу while true, а затем он снова выполнит прием 1024 байт и добавит его к нашей переменной джан дейта, которая также содержит предыдущие 1024 байта. И он будет делать это до тех пор, пока останется несколько байтов для приема. И как только байтов больше не останется для приема, он просто завершит работу прямо здесь и отправит нам обратно все байты, которые отправил целевой объект. Итак, это две функции, используемые для отправки и получения столько данных, сколько мы хотим. Но прямо сейчас, поскольку мы закодировали надежный прием, мы хотим изменить это так, чтобы результат был равен 1024 байтам в нашем. В нашей функции мы ничего не указываем в скобках, и результат равен надежному получению. Итак, мы получим результат прямо здесь, и мы напечатаем результат. Так что это должно быть хорошо. Все должно быть хорошо. На данный момент у нас есть команда equals cue, это break, иначе результат равен получению, надежному получению, а затем распечатайте результат. Затем мы возвращаемся к циклу WildTru, а затем нам предлагается ввести ту же команду, которую мы отправляем с помощью нашей надежной команды отправки. Хорошо, давай посмотрим. Здесь внизу мы закодировали функциональный сервер. Мы назвали это функцией оболочки в цикле WildTru, и мы также назвали это функцией надежного приема и надежной отправки, которые мы используем в нашем цикле оболочки. Хорошо. Так и должно быть, я верю, что это для сервера. Так что давай закроем это сейчас. Давай, прежде чем мы его закроем, на самом деле перейдем к функциям, так как мы будем использовать те же функции на нашем клиентском сервере, кроме как в нашем клиентском коде, который является нашей обратной оболочкой. Итак, мы копируем это, закрываем это, а затем запускаем обратную оболочку. Пай здесь. Давай просто вставим эти две функции прямо сейчас, и мы должны на самом деле изменить несколько вещей в этих функциях. Поскольку у нас нет чего-то под названием TORGOT в нашем клиентском коде, мы должны изменить это на фактический SAC. Итак, как мы можем видеть прямо здесь в нашем клиентском коде, мы фактически отправляем и получаем данные с помощью SAC.DOT Receipt и SAC.DOT Send. Так что мы должны изменить это прямо здесь. Значит, это не целевая отправка, а отправка с помощью SAC.DOT. Так что давай удалим эту отправку SAC.DOT и отправим данные JAN. И здесь мы должны ввести здесь SAC.DOT Receipt, так как это то, что мы указали в нашем клиентском коде. Хорошо. Итак, у нас есть готовые функции. Все, что нам нужно сделать прямо сейчас, это на самом деле использовать их в нашем цикле Vile True. Так что ты больше не получаешь. Нам это больше не нужно, нам нужен только надежный прием, и мы удаляем 1024 байта. Тогда прямо здесь, как только мы отправим результат, нам не нужно отправлять носок. Мы можем использовать надежную отправку, и мы отправляем результат. Но прямо здесь, давайте также запустим простую функцию, чтобы этот код выглядел немного красивее. Что мы хотим сделать, так это давайте действительно создадим здесь внизу. То, что мы хотим сделать, также находится в нашем цикле Vile True. Создай функцию оболочки. Так что Vile True будет помещен в функцию оболочки. Определи оболочку. Мы назовем это так же, как в нашем серверном коде, и все, что нам нужно сделать, это просто вести табуляцию во весь наш код. Так что закрой эту вкладку, эту вкладку, эту вкладку, и просто сделай то же самое со всем этим кодом. Теперь, когда у нас есть функция оболочки, мы должны вызвать ее. Но прежде чем мы его вызовем, мы действительно должны выполнить подключение. Так что давай на самом деле скопируем этот верхний код под всеми этими функциями прямо здесь. Так что скопируй это. Тогда мы можем удалить это и вставить в конец нашего кода, чтобы оно действительно проходило через все наши функции перед выполнением этого кода. И мы вставляем это прямо сюда. Итак, мы вставляем тот же код, что и выше. Давай посмотрим, сработает ли это. Носки suckat.suckat, suckat.net. Хорошо, мы подключаемся, печатаем установленное соединение с сервером, а затем мы можем запустить нашу оболочку отсюда. А затем мы вводим цикл while true, который заставляет нас выполнять команды на целевом компьютере. Итак, у нас есть надежная функция отправки и надежного приема. И прямо сейчас я считаю, что мы должны быть готовы к отъезду. Но прежде чем мы действительно сохраним эту программу и запустим ее, давайте запустим простое правило try and accept для выполнения команды на целевом сервере или на целевой машине. Итак, прямо здесь, это та часть кода, где мы фактически выполняем команду, которую получаем с сервера, и отправляем результат обратно на сервер. Здесь мы хотим запустить простое правило try and accept для команд, которые могут быть запущены. Так что постарайся. Мы хотим попытаться выполнить команду. Мы хотим попробовать сделать все это, а затем отправить команду обратно к нам, а затем принять. Так что каждый раз, когда команда может быть выполнена по какой-то причине на целевой машине, мы будем создавать и пытаться принимать правила, чтобы наш код не нарушался. Итак, для каждой команды, которую он может выполнить, мы хотим надежно отправить или отправить на нашу целевую машину. Надежный, надежный, отправляй открытые скобки. Давай сделаем это так, не можешь выполнить эту команду. Мы можем сделать это так, или мы можем поместить эту строку в переменную, а затем запросить ее для надежной отправки. Но мы также можем сделать это просто так, просто отправив строку в нашу надежную функцию отправки. Это то же самое, как если бы мы на самом деле взяли эту строку, поместили ее в переменную, а затем напечатали, а затем поместили переменную между этими скобками. Так что это должно сработать, если ты спросишь меня. На данный момент давай просто сохраним это прямо здесь. Выходи, а затем давай сначала проверим сервер, прежде чем запускать его. У нас есть надежная функция отправки оболочки, функция сервера. Хорошо, давай запустим сервер. Прямо сейчас мы прослушиваем входящее соединение. Давай откроем другое окно и увеличим масштаб. Упс. Давай поставим это так, чтобы мы могли видеть оба окна. Давай перейдем к обратному запуску Python, а затем запустим, или очистим экран первого, а затем запустим обратную оболочку Python. Значит, связь установлена. Ну, прямо сейчас и так, мы знаем, что на нашем сервере было выполнено соединение или функция сервера, и мы вошли в нашу функцию оболочки, которая подсказали нам выполнить команду. Так, давай напечатаем здесь ls и что-нибудь прямо здесь. Что-то здесь не работает. Так, давай посмотрим, что здесь у нас может быть. О да, в нашем случае, конечно, мы не импортировали библиотеку джан. Так, давай закроем это дело. Мы не в этом терминале. Для того, чтобы мы могли использовать эти функции прямо здесь, как мы это делали в коде сервера, нам нужно импортировать библиотеку джан, чтобы мы могли использовать эти функции. джан.дампс, джан.лод загружается прямо здесь. Нам нужна библиотека, чтобы мы могли использовать эти функции, иначе наш код не распознает их. Так, импортируй джан. Тогда давай сохраним это еще раз. Закрой это. Давай откроем еще один терминал. Увеличь это прямо здесь. Посмотри, увеличь масштаб, сделай это немного меньше. Иди на Python и запусти наш сервер в обратном порядке. Еще раз, запустите нашу обратную оболочку, а затем выполните команду ls, чтобы мы могли видеть, что мы успешно выполнили наши надежные команды отправки и надежного приема. Так что пока все работает идеально. Так что давай посмотрим, кто я такой, что если я наберу здесь и установлю NTP. Например, у нас здесь все в порядке. Очисти экран, так как мы на самом деле очищаем экран нашего терминала. Кто я инвалид? Я не знаю. Мы можем попробовать, если хочешь. Итак, мы получаем выходные данные всех этих команд обратно к нам. Кроме того, если мы наберем здесь Enter. Как ты можешь видеть прямо сейчас, на самом деле это не зависит от кода, и мы все еще можем выполнить команду. Так что если я наберу кто я, мы все равно сможем получить результат выполнения команд. Вот почему. Это потому, что мы внедрили это правило try and accept при выполнении команды. Он попытался выполнить nothing в качестве команды, и это не сработало. Так что на самом деле все перешло прямо к делу. Значит, мы можем попробовать выполнить то, чего не существует. Ну, дай мне просто посмотреть. Чтобы мы могли получить подсказку. Ты не можешь выполнить эту команду. Давай посмотрим. Хорошо, значит это работает так же хорошо, как и здесь. Ну, я верю, что мы дойдем до этого. Иногда это действительно не имеет значения. Важно то, что наш код теперь работает. Мы можем выполнять все команды. Мы можем просто распечатать PS, чтобы перечислить запущенные процессы. Мы можем распечатать рабочий каталог. Мы можем делать все, что захотим. Мы можем создать каталог, чтобы мгдварь тест, и если мы снова ведем здесь ls, мы увидим, что в нашей папке с файлами есть другой каталог, который называется тест. Так что это приятно знать. Теперь давай посмотрим, работает ли опция очереди также хорошо. Итак, мы вводим здесь очередь, и мы видим, что обе программы закрываются без каких-либо ошибок, что хорошо. И прямо сейчас, если я наберу здесь ls, ты увидишь, что у нас все еще есть тестовый каталог, поэтому я просто удалю его, так как он нам на самом деле не нужен. И прямо сейчас у нас есть работающая обратная оболочка и серверный пай, который можно использовать для выполнения системных команд на цели. Но есть еще некоторые вещи, которые здесь не работают, например, изменение нашего каталога. Например, если я попытаюсь изменить свой каталог, я не смогу этого сделать. Мы посмотрим, как мы можем на самом деле исправить это. А затем мы начнем добавлять еще несколько функций и еще несколько доступных вещей для нашей обратной оболочки. Так что это будет примерно то же самое для этого видео. Я надеюсь, тебе понравилось, и я надеюсь, что увижу тебя в следующем фильме.